Всем привет! Я сегодня хочу с вами поговорить о работе, взаимоотношениях работников. Вообще я хочу поговорить о домогательстве на рабочем месте. Не важно, от кого это домогательство, либо от сотрудников ваших, либо от начальства, либо от ниже стоящих по должности людей. Не важно. Домогательство может быть и от клиентов, соответственно, с которыми вы работаете. Я сейчас не буду утрировать, если на меня посмотрели, либо проявили какой-то минимальный интерес ко мне, то всё, это домогательство. Нет. Есть три причины, по которым я решила снять этот ролик. Первая причина. Ролик может быть полезен кому-то в будущем, либо уже у кого-то было, либо, может быть, у кого-то уже есть какие-то позывы на домогательство. Вторая причина снятия данного ролика. Я хочу показать и рассказать, как распознать всё-таки домогательство в вашу сторону идёт или нет ничего такого, о чём можно было бы переживать. Ну и третий пункт. Что делать, если к вам домогаются, если уже произошло это, либо вы видите, что это идёт к чему-то непонятному. Что-то нужно с этим делать, да, но вы не знаете, что с этим делать. Я постараюсь в этом ролике просто всячески осветить эту тему и помочь кому-то из вас, чтобы вы могли решить для себя, что же всё-таки нужно делать и как эту проблему решить. Ну и, конечно, чтобы было понятней, да, почему я делаю этот ролик, я хочу рассказать свою историю домогательства на рабочем месте. Я хочу сказать такое предисловие. Прежде чем расскажу свою историю, все рабочие... О, боже, я надеюсь, соседа не слышно, как он долбит прям здесь. Где бы я ни работала, везде были домогательства. В той или иной степени. Конкретно у меня был случай, когда я работала в фирме компьютерной. Фирма была маленькая, это был даже филиал донецкий. Тогда ещё была зелёная, это было, по-моему, второе место после школы, где я работала. Я вообще не знала ничего, я даже не предполагала то, что может быть домогательство в мою сторону. Знаете, вот ты как бы смотришь, да, телевизор, ты обо всём этом знаешь, слышишь, но ты всё равно никогда не можешь быть уверена о том, что это случится с тобой когда-нибудь. Или ты просто даже об этом не думаешь в этом ключе, потому что ты приходишь на работу работать. Соответственно, почему я решила снять такой ролик? Потому что многие женщины идут на работу работать, а некоторые мужчины, да, считают, что женщины пришли сюда жопами покрутить. Я не хочу сказать, что мужчины наглые и женщины дают повод. Конечно, в каждой конкретной ситуации нужно разбираться. Так вот, в фирме по компьютерам я работала менеджером. Сначала была стажёром, потом меня повысили. Я не знала, почему. Как бы это предполагалось и оговаривалось изначально, но это было в кратчайшие сроки сделано. И я тогда не придала этому значения, что испытательный срок прошёл очень быстро. Тогда мне ещё никто ни на что не намекал, ко мне, я так понимаю, только присматривались. Девушка, с которой я работала, которая меня всему обучала, были моменты, она упоминала, что у неё есть якобы отношения с начальником. Знаете, меня чужая жизнь вообще никак не беспокоит. Я как-то была удивлена и поражена тому, что у девушки есть парень, она отзывается о нём очень хорошо, что он у неё моряк, зарабатывает приличные деньги. И она якобы с начальником в отношениях, потому что у неё есть какие-то плюшки. Её повышают постоянно, постоянно повышают ей зарплату, постоянно возят её куда-то, они куда-то ходят, ну, именно своим сабантуем, потому что я на корпоративе не оставалась. После всех её рассказов я как-то общалась с механиком, который у нас был, который собирал все компьютеры, у которого я, можно сказать, обучалась этому всему, потому что мне было интересно. Это были не мои обязанности, но мне было очень интересно вся вот эта вот кухня, как винду установить и всё остальное. И от механика я слышала тоже, что он отзывался не очень хорошо про эту девушку, что она и нашим, и вашим, и это типа, ну, ненормально. И в то же время спрашивал моё отношение к этому, именно вообще к ситуации самой. В фирме этой я отработала год, может быть, даже чуть больше. Меня всегда склоняли к тому, чтобы я оставалась на корпоративе, я как-то, ну, знаете, вела общественную какую-то деятельность именно в самой команде, да, фирмы. Чтобы я в клубы с ними ездила, оставалась именно в офисе на посиделке, потому что я такая вот, как бы, пришла, ушла и всё. В итоге, отработав год, начальник в один прекрасный момент, нажиравшись, а он бухал очень часто и спал у себя в кабинете, дома не ночевал, ну, как бы такой офигенный начальник. Придя утром на работу, все какие-то странные ходили. Не знаю, было вот именно по-странному, не как в обычные дни. Ближе к вечеру начальник меня вызывает к себе, когда уже более-менее, там, очухался. Я захожу, и это чудо сидит. Я сначала не заметила этого, потому что сама нервничала, но я поняла, что он тоже нервничает. Ненароком подумала, что меня увольняют, и он просто, ну, как бы, ему неудобно, он как бы волнуется, да, и, ну, как бы, меня обидеть, может, не хочет. Ну, не тут-то было. Чувак, в общем, хотел меня склонить уже, ну, уже пора, пора все-таки. Короче, как это было? Он сидит, нервничает очень, жмакает, там, ручку какую-то. Он озвучил, есть, причем это было все так сумбурно озвучено, перегар в кабинете, знаете, такая атмосфера, ну, это действительно может кому-то даже и психику пошатнуть. И человек был взрослее меня, ну, довольно-таки намного. Было озвучено, что если я, я как бы хочу, чтобы у меня было повышение заработной платы, причем каждый месяц на значительную сумму, если я хочу продвижение по карьерной лестнице, какие-то выезды, там еще модно было в командировке, в Киев, то я должна, как бы, ну, там, в общем, в сексуальном плане, там, помочь. Знаете, я просто охренела. Я просто, понимаете, у меня вот все опустилось, руки опустились, я просто не знала, куда деться. Мне было стыдно и неудобно, понимаете? Это мне было стыдно и неудобно. Не этому чму, а мне. Ну, опять же, я была маленькая и ничего не понимала, я очень перепугалась, и я сказала, спасибо за предложение, но меня и так все устраивает. На что человек охренел, ну, долго не думая, сказал мне, что, ну, тогда нам не по пути, тогда, как бы, в общем, ты нам не подходишь. Ну, да. Понятное дело, никто меня не оставит потом снова работать в этой фирме, потому что, ну, как бы, как мне будут в глаза смотреть, да, как мы будем общаться, как начальник и подчиненный, да, уже совсем не то, я уже все знаю. Тогда я этого всего не понимала, причем даже больше. Он мне сказал, что переведет меня просто в другой филиал, к его другу. И я согласилась, понимаете? Я просто не хотела терять работу, но я не представляла, что за этим вообще стоит. В новой уже фирме, в которую меня перевели, также были какие-то наклонности. Там был коллектив весь из парней, причем, ну, таких молодых, может быть, чуть старше меня. Также отработала где-то год, наверное. Парни часто мне задавали вопрос, почему я не остаюсь, опять же, на корпоративе, почему я, опять же, не остаюсь, не гуляю с ними после работы. В общем-то, мне самой это, ну, как-то неинтересно. У меня есть свои какие-то увлечения, дела, и все в таком духе. Но спустя какое-то время мне просто вот один из парней высказал такую фишку, типа, блин, что ты вот это вот там со своим парнем, все дела там, как бы с нами никуда не ходишь. Причем это было высказано в такой, знаете, вот форме жесткой, не с матами, ничего, но именно вот как будто выговор мне, понимаете, за то, что я, видите ли, просто не хожу с ними никуда. И этот парень мне что-то впаривал там, обязаловка, нужно остаться, иначе там вот начальству кто-то расскажет. Соответственно, он не на себя намекал, что он там расскажет начальству, что я там не коллективная и все в таком духе, а именно может это сделать кто-то другой. Но я тогда даже подумать не могла, что человек просто вот, ну, сука такая. Знаете, есть такие вот люди, они склоняют тебя посмотреть на то, как ты набухаешься, на то, как ты там загасишься чем-нибудь, я не знаю, там, куронешь или там швернешься, как ты будешь ловить кайф, чтобы поржать над тобой, поглумиться и все в таком духе как бы. А может быть еще потом, ну, как бы склонить тебя по пьяни к сексу, как бы, и все, ну, окей. Понимаете, может быть, когда ты отказываешься от всяких гулянок, да, посиделок после работы, многие думают, что ты отказываешься, потому что ты не умеешь пить, ты потом не умеешь себя контролировать. И это как раз им на руку, но ты, блин, отказываешься, ты постоянно уходишь. И их это бесит. Человек просто орал на меня потом, высказывал мне, что, блин, как это так можно, что это за коллектив, когда ты не остаешься никогда. И после этого я просто, вот знаете, в один момент, просто вот как щелчок в голове, я поняла, что, ну, блин, было изначально понятно, к чему это может привести, потому что начальник этой фирмы, старый друг начальника в прошлой фирме, в которой я работала. Я это только поняла, когда вот сама чётко решила уволиться. Я не хочу уже выслушивать это, уже, понимаете, через чур было. Я высказала этому пацану, который со мной так разговаривал, что какое его дело вообще. Не хочу я оставаться, это моё дело. Живу я там с парнем, который очень ревнивый, и это, по его мнению, ненормально. Это моё дело. Понимаете, со стороны этого парня, который мне высказывал это всё, это было давление. Давление с тем, чтобы я вот просто испугалась, я не знаю, там, унижения каких-то твоих ценностей, твоих знакомых. Это грозный тон, это какие-то даже угрозы о том, что если я не останусь, то начальник узнает о том, что я не общительная, не коллективная, и меня уволят. Это всё давление. Также у меня было одно время, когда я работала в прокуратуре на подмене. Там, как мы знаем, да, ну, куча следователей, все дела, они же все такие, как бы, красавчики. Ну, на самом деле, как бы, да, там были мужчины такие, ну, статные все, все в пиджаках, в костюмах, такие прям, ну, холёные, так сказать, ухоженные, потому что они все женаты. Также была ещё особо непонимающая, и, ну, знаете, опыт приходил со временем. Я уже тогда набиралась опыта именно в понимании людей. Ко мне подкатывали многие из этих следователей. Некоторые делали это... Ну, ты серьёзно? Некоторые это делали, потому что им нужно было что-то от меня именно по работе. Ну, просто такие хитрые были. И я это всё видела, понимала, но я хотела, знаете, чтобы... Не хотела портить себе репутацию, типа, меня там просят что-то сделать, а я, короче, морожусь, да, там, или цену себе набиваю. В общем, я делала любую работу бумажную, даже та, которая не относилась к моим обязанностям. Я просто помогала людям, вот. Но были такие люди, которые пытались ко мне приставать, флиртовать. И я на это всё, ну, не обращала внимания. Нет, я обращала внимания. Мне это, конечно же, нравилось. Как и любой другой, блин, женщине, девушке. Но потом начались переборы какие-то. И я была очень рада, что моя замена подошла к концу, потому что дальше уже, ну, не могло это как-то продолжаться. А начальству я не жаловалась по этому поводу. Как бы можно было пресечь это всё, но я боялась, вот честно. Я не знала, как это сделать. Я не знала, что нужно делать. Один из следователей просто всячески подкатывал ко мне, там, потом начал приглашать меня на выпить. Ну, это стандартная ситуация, в этом ничего такого нет. Я не считаю это домогательством. Домогательство уже началось потом, когда я оставалась так же на празднике, как корпоративы, именно, ну, дни рождения. И, соответственно, там все выпивают, да, и я как бы сразу себя ставила так, что я остаюсь ненадолго и, соответственно, потом, ну, как бы, покидаю вас. Людям это так же не нравилось. Меня считали то лесбиянкой, то ещё что-нибудь. Эти все, как бы, обзывания, да, эти все обидные высказывания были от воздыхателя, блин. Когда человек не получает, да, той взаимности, которую он питает или хочет, да, он просто начинает падать ниже плинтуса и унижает тем самым себя именно этими высказываниями, да, что он меня и лесбиянкой обзывал, считал, что я просто, как бы, ломаюсь. Считал всё, что угодно, но не то, что я просто, да, нормальная девушка, нормальный человек, который не изменяется своему парню, которая не нуждается в чужой любви какой-то, да. Причём у этого чувака было кольцо на пальце, вы понимаете? И он не боялся того, что я могла бы от других следователей узнать о его жене, кто она, что она и пойти ей просто доложить. Но в любом случае, даже если бы я так сделала, то, мне кажется, она бы не поверила, потому что, ну, он такой скользкий тип, я вам скажу, потому что он долго водил меня за нос. Мне кажется, первое какое-то время он даже, наверное, снимал кольцо, потому что я кольца не замечала, может быть, не хотела, конечно, но тип был очень скользкий. И таких нужно просто остерегаться, потому что он там и в сауну предлагал поехать, типа, знаете, вот заговаривание зубов, типа, да у нас весь коллектив в сауну ездит, это как бы, ну, в порядке вещей. Так как мне нужно было сталкиваться с тем скользким типом, я просто отдавала работу, которую он мне поручал, да, и всё, и как бы, привет, пока, там, всё окей, и как бы, до свидания. Просто вот реально забила, и скользкий тип потом со временем забил на это всё, потому что, ну, никаких ответов от меня нет. И я вздохнула с облегчением, особенно когда ушла оттуда, я просто, ну... Еще возможны моменты, когда есть домогательство со стороны сотрудника, равного вам по рангу, да, он пытался вас куда-то приглашать, как-то что-то где-то, да, это не считается домогательством. Приглашение куда-то и просто какие-то комплименты, какие-то знаки внимания именно минимальные, это не шикарные подарки, это ничего заоблачного, просто вот, ну, какая-то помощь, может, да, там, незначительная. Это всё нормально, когда всё это внимание не выходит за рамки. У меня были такие моменты, когда я работала и в Амсторе, по типу Ашанов, там, Ленты, и одно время как-то уехала на стажировку в Донецк. Новые места, новые люди, нас набрали большое количество людей, оплачивали нам жильё, я работала секретарём тогда. Мне очень это нравилось, я очень была рада этой работе. У нас в гостинице жили люди, которые на ранг даже ниже были. Я не считаю, что у меня ранг был выше, нет, но чувак работал, короче, в рабочем зале, был каким-то там грузчиком, неважно, это был человек в любом случае, но соотношение, да, мы с ним никак не соприкасались абсолютно. Тогда он пытался как-то донимать меня именно за пределами этого магазина, да. Очень часто я гуляла с девчонкой, с которой мы жили, и он как-то к нам хвостом всё время привязывался. Чувак просто потом решил пользоваться мною, моей такой добротой, да. Он постоянно занимал деньги, он постоянно просил у нас еду, он там с тёлками вечно в своей комнате был, приходил к нам в трусах и светил своим хозяйством, и в итоге там звал нас постоянно на вечеринку якобы к нему. Он такой какой-то странный тип, и постоянно почему-то, ну, привлекал меня к этому, он постоянно будил нас, он постоянно, короче, знаете, вот навязчивый, именно вот навязчивый чувак. Как-то из доброты душевной просто не хотелось человеку грубить, ничего такого говорить, хотя много раз говорили, не нужно к нам приходить, не надо гулять там, занимайся там своими делами, ну, нам это не интересно, вот. Мы читали книжки в номере, мы гуляли, у нас там рядом с гостиницей был парк, у меня уже темнеет, а я до сих пор и половины вообще не сказала того, чего хотела. Так вот, томогательство бывает разным, и не всегда мы можем его распознать, и не всегда оно сразу именно в открытой форме. Это всё может быть завуалировано, это всё могут быть скользкие проделки какие-нибудь, и это всё есть в жизни, и не нужно думать, что это выдумки, мы так все печёмся о себе, что видим то, чего нет. Как раз-таки я наоборот скажу, я не видела того, что было на самом деле. У меня есть опыт, я испытала это всё на себе, я поражаюсь некоторым девушкам по этому поводу, и считаю, если ты хочешь держать марку, если ты хочешь держать эту планку, да, что вот ты такая, ни какую другую вы не сделаете из меня, нужно стоять на своём, как бы вам это боком не выходило. Потому что в любом случае, если вы будете стоять на своём, это может обернуться против вас. Будьте к этому готовы. Сейчас я перечислю, какие виды домогательств бывают. Я их уже, в принципе, озвучивала ранее, рассказывая о своём опыте. Проявление симпатий. Это могут быть обычные какие-то симпатии, но перерастающие во что-то большее. Большее желание владеть вами, большее желание узнать вас, большее желание, чтобы вы подчинялись не только как работник, а именно в сексуальном плане. Намёки на интим. Это могут быть высказанные желания как напрямую, так и завуалированные, так и прикрытые ложью. Так могут выставить вас в каком-то плохом свете. Ну, например, намекать на то, что вы уже взрослая девушка, как бы вы уже вполне можете этим всем заниматься, и ничего в этом такого нет. Прямо говоря о своих желаниях. Это тот вид домогательства, когда человек вам прямо, как в моём случае, о котором я уже рассказывала, ставит вам условия. Либо ты со мной будешь спать, либо нам не по пути. И последнее, самое, мне кажется, такое запутанное и важное, это жёсткое склонение к сексу посредством шантажа или угроз. И это самое, мне кажется, такое плохое, самое такое запутанное, завуалированное. И мы плавно перешли к тому, как распознать домогательства. Есть множество признаков, но я выделила для себя некоторые, и хочу вам о них сейчас рассказать. Первые такие звоночки могут быть как повышение по службе, повышение заработной платы, какие-то плюшки, которые не имеют другие сотрудники. Какое-то повышенное внимание именно к вашей персоне со стороны, допустим, начальника или вышестоящего по рангу работника. Потому что в таком случае вы можете получать и повышение, и зарплаты по службе, и, соответственно, плюшки какие-то. Также возможно, что вас будут как-то ограждать от тяжёлой работы, её будут передавать другим людям, а вы будете сидеть и нихрена не делать. Это, конечно, всё круто, но, опять же, вы задумываетесь о том, что в будущем вам придётся заплатить за это. Это такой вид домогательства, когда человек сделал что-то для вас, а потом просит взамен. Вы не знали, что у вас какой-то бартер изначальный. То есть человек якобы делает это всё по доброте душевной, да, якобы вы такая красивая, вы такая хорошая, вы такая вот прям вот для него вся-вся-вся, но по окончанию его услуг к вам, да, он попросит что-то взамен. Сначала это будут намёки, сначала это будет что-то такое ненавязчивое, пойти пообедать, пойти выпить. Но потом это всё будет жёстче и жёстче и жёстче, если, конечно, не поставить какие-то рамки и, ну, не пояснить, да, всё, как обстоят дела. Также лояльность от начальства, от вышестоящих лиц, да, по должности. Все мы знаем, начальство требовательное, и если где-то начальник, он добрый с вами, именно вот добрый, то что-то здесь не так. Либо, ну, сам человек такой, и он изначально должен быть таким, но если вы в коллективе слышали о том, что он тиран, он изверг, он такой-сякой, а к вам он относится как-то по-особенному, да, и часто вызывает вас к себе, то задумайтесь. Подарки. Подарки никогда не бывают просто так, особенно какие-то дорогие подарки. Какие-либо поощрения. Поощрения могут быть разными. Путёвка куда-то, прибавка к зарплате, обещание какого-то места по должности, ну, вы понимаете, да, приглашение куда-либо. То же самое, может быть повышение в какую-то другую фирму, но перед этим ты должна со мной переспать, да, это тоже может быть всё высказано в завуалированной форме. Подход может быть такой, издалека. Навязчивые комплименты и навязчивый интерес вашей жизнью вне работы, да. Когда вы на работе не распространяетесь о личной жизни, о личных каких-то вещах, то людям очень это интересно, поверьте мне. Не важно, мужской коллектив или женский, в любом коллективе, особенно, ну, если вы красивая, симпатичная девушка. Также есть несколько вариантов поведения именно вот в домогательстве, которые немного, знаете, такие вот неоднозначные. В том плане, когда человек не получает какой-то взаимности, да, он видит, что вам это неинтересно, но он бы хотел, то он начинает не любизничать с вами, а наоборот как-то жёстко с вами вести себя, наоборот наказывать где-то, наоборот где-то ущемлять вас, угрожать опять же, как-то вести себя жёстко, опять же, тем самым пытаясь вас склонить к тем отношениям, которым вас данная личность склоняла до этого. Может быть проявлена агрессия, злоба к вашей персоне, и это всё также домогательство. Если, конечно, до этого были какие-то позывы, приглашения, какое-то обильное внимание к вашей персоне. Если человек, конечно, ничего вообще к вам не испытывал, хотя, может быть, такое, есть скрытные такие чудаки, которые боятся, у них не хватает смелости подойти и пригласить девушку, они её тихо ненавидят за то, что она якобы может им отказать. Ну, такое тоже бывает. Нужно быть осмотрительными, аккуратными в выводах. Также вечные разговоры и расспросы, дабы сблизиться с вами, знаете, такие вот якобы ненавязчивые. Ой, а вот у меня там то-то, 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 а у тебя такого не было. Или, например, ты там говорила один раз такую вещь, а вот как сейчас обстоят дела, или там ещё что-нибудь. Именно вот навязчивость такая, потому что обычному другому человеку, да, если вы именно неинтересны, если от вас человек ничего не хочет, то ему неинтересны вы, ему неинтересна ваша жизнь, ему, ну, как-то, ну, всё равно. Ну, он узнает что-то о вас, но и на этом всё, как бы, да, и этому рад. А если у человека повышенное к вам внимание, человек очень хочет с вами сблизиться, то, соответственно, у человека будут такие вот позывы. Он будет очень интересоваться вами, вашей жизнью. Его будет очень много в вашей жизни, именно вот на работе, потому что в другой, в другой, как бы, момент он не может, да, добиться того, чтобы вы с ним погуляли, да, там, куда-то сходили, либо ещё что-нибудь. Он будет этого добиваться конкретно на работе, даже когда вам нужно поработать, когда вы ему говорите, что я сейчас не могу разговаривать, я вот занята. Такие люди не понимают. Они тебе скажут, а, ну, хорошо, 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 и через 5 минут снова начинают донимать вас расспросами. Также из перечисленных всех признаков, да, по которым можно понять, домогаются твоей персоной или нет, есть безобидные признаки, которые я тоже озвучивала. Вообще любое домогательство начинается с безобидных признаков, но любой безобидный признак хоть раз заканчивался летальным исходом. И под летальным исходом я не имею в виду смерть, хотя и такое случалось. Я имею в виду психологические травмы, барьер психологический. Человек потом уже не может нормально существовать и общаться с противоположным полом, не думая о том, что противоположный пол хочет от него только одного. Это, опять же, тоже травма своего рода. Это не психоз, конечно, но это, опять же, нарушение. Но это, как я считаю, опять же, моё личное, сугубо личное мнение. Поэтому все эксперты психологические, психиатрические, я очень рада, что у всех есть высшее образование и все выучились на это. Я рассуждаю по своему личному опыту и по своим личным наблюдениям. Что нужно делать, если вы понимаете, что вас домогаются? Опять, всё зависит от вида домогательства. Если это изначальное что-то, да, и незначительное, то можно просто пресечь и сказать, что мне это неинтересно. Но нужно это пресечь, если вы что-то подметили. Я считаю, что нужно пресекать это на ранней стадии, чтобы не было никаких, потом, дальнейших непониманий. Просто дайте понять человеку, что вас такое вот обилие внимания не радует абсолютно. Если на раннем этапе все ваши старания пресечь такое обильное внимание от какой-либо персоны не удались, тогда я советую обратиться к начальнику с жалобой на данную персону, если это не сам начальник, конечно. Если это сам начальник, то есть у вас несколько вариантов. Либо поговорить с самим начальником, сказать просто нормально, что я понимаю, может быть, я где-то дала повод, но мне действительно это неинтересно, я не хочу терять работу, я не хочу иметь отношения на работе. Может быть, тогда вы сохраните свое место. Но если были какие-то жесткие позывы в вашу сторону от начальства, то я считаю, что нужно увольняться. Как бы вы не хотели этого. Вы не сможете существовать дальше. Либо вас будут прессовать и рано или поздно уволят, либо вами будут пользоваться, вас будут постоянно запугивать, тюкать. Вы будете именно девочка для битья. Но если это был не начальник, да, и вы пожаловались на какую-либо персону начальству, не факт, что это сработает ежесекундно. Это может затянуться на какое-то длительное время, и вы будете еще испытывать какие-то позывы от этой персоны, да. Либо это вообще может быть друг, да, какой-то знакомый, какой-то хороший работник, от которого начальник не хочет избавляться. Это уже проблема. И, соответственно, если он не избавляется от него, он ему все выложит как есть, по полочкам, и, соответственно, будут издевательства и от этой персоны в вашу сторону, и еще от начальника могут быть. Поэтому в таком случае также нужно будет увольняться, это логично. Опять же, либо мы разговариваем с самой персоной и пресекаем это на корню. Если персона не понимает нормального языка, то идем жаловаться начальству. Если начальство ничего не добивается, ну тогда уже тоже увольнение, потому что, ну, вы там не выживете. Если эти две персоны, да, начальник и тот, кто вас домогался, не понимающий, то они не будут вас понимать и дальше. Вести себя жестко постоянно вы тоже не сможете, потому что, ну, вы не собака гавкать постоянно, да, и отбиваться. Рано или поздно просто у вас психика не выдержит, вы сорветесь, и это может быть увольнение по статье, либо еще что-нибудь. Вам оно надо? Это все. Я надеюсь, этот ролик поможет кому-нибудь из вас, и надеюсь, что информация полезная. Расскажите также, кто из вас, кто посмотрел этот ролик, может быть, проникся и хочет рассказать свою историю, потому что мне, допустим, очень интересно про палец, когда я рассказала, уж сколько людей мне написало. Я даже не думала, что есть столько людей с такой же травмой, такой вот банальной, казалось бы, да, и мне очень приятно было, во-первых, поддержка от вас, и, во-вторых, вашу историю, потому что я тогда почувствовала, знаете, что я не одна такая, не радость, конечно, что другие люди тоже пострадали и все в таком духе. Нет, я почувствовала именно тепло какое-то. Спасибо вам за это. Желаю всем удачи, терпения, желаю, чтобы у вас у всех не случались такие моменты, ни у женщин, ни у мужчин. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Также, женщины, не давайте повод. Все знаем, да, какие мы бываем, мы любим красиво одеваться, вертеть хвостом, но мужчины не все всегда понимают, что женщина вот просто сама по себе такая. И в то же время, мужчины, держите себя в руках, особенно женатые. Ведь вы женились же не просто так на своей женщине. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.